всем самое доброе утро друзья хотя у нас уже на самом деле обед и минске короче ну вот было 2 2 на и на где-то недели классно вообще погода 20 25 еще было так жарко потом погода под ухудшилась были дожди а сейчас знаете так ну в общем как весенняя погода периодами даже выходит солнце но не часто не так уж радует нас но уже все равно день такой длинный меня теперь год стала на полчаса раньше вставать но в результате я встаю раньше кстати не похудел он видать в какой-то момент схуднул а потом начал как сумасшедшим не еду выпрашивать в результате путем моих похудений кокоса он набрал еще 150 грамм не спрашивайте как это произошло в общем кокос будет отдан к моей маме наверное где-то на месяц отдам я его пускаем там побегает попрыгает потому что когда у мамы там же двухэтажный дом и он туда-сюда даже выпрашивая еду он бегает с первого со второго этажа на 1 то есть это уже как бы перебирание лапами и гораздо лучше идет зарядочка так что вот съездили мы в гомель я там почти не снимал так чуть-чуть вам поп снимал предыдущий влог можете посмотреть это классно такая погода там прям правда один день но мы в этот день с моей подругой как раз выехали там такие облака были красивые там вообще так классно было ну в общем классно провели время вернулись и давайте покажу кокоса во-первых зарегистрировала я свой первый онлайн как бы магазин на площадке сейчас у меня площадка называется inspire uplift вот здесь я зарегистрировала еще буду регистрировать на эти и да я знаю что в россии беларуси не работает у меня же брат живет за границей поэтому он ничего сделает потом вот я нашла еще вот такую площадку смысле нашел кто-то там в интернете посоветовал я не знаю что за она называется болгу точка ком в общем мы посмотрим мы посмотрим и сюда наверное я тоже зарегистрируюсь вот так вот короче здесь на inspire uplift я буду свои картины в листинге вот давайте покажу вот я пока что загрузила они еще на проверке но на проверке они уже сутки не знаю как долго будут говорят что три но раз неделю бывает ну вот вчера я правда загрузила только 5 сегодня вот еще ну короче по загружаем думаю для начала 10 штук загрузить и посмотреть как там что как выводить деньги смотрите тут у нас у меня ничего не подключено поэтому я вам покажу здесь вот показывает и вот payment метод и вот тут мы можем выбрать у меня же беларусь выбраны и она автоматически у меня выбирает либо вот этот вот pioneer либо вот этот это вот кошелек я так поняла криптовалюта вы кошелек я еще не особо разбиралась а вот эта система беларусь и работает все нормально сколько она берет у нас она у нас берет вроде там два процента еще там сколько то ну я набрасываю четыре процента вот когда составляю сколько будет стоить работа и конечно же у любой работы в результате выходит у меня как стоимость работы но я беру затраты накидываю туда маржинальность и плюс сколько доставка доставка достаточно дорогая вот маленькие вот такие вот работки это 15 на 21 сантиметр будет у меня отправка приблизительно 12 долларов стоит только отправка без всяких налогов без ничего ну я имею ввиду без налогов за вывод вот денег без налогов которые я здесь же плачу конечно же как ремесленник а как ремесленник если кому-то интересно то я плачу 10 процентов достаточно большой налог а есть те кому повезло и они зарегистрировались раньше ремесленной деятельности они там платят вообще какие-то копейки просто там в полгода по моему одну базовую или две пацаны ну короче как то вот так вот но мне не повезло я регистрировалась после поэтому 10 процентов вот поэтому вот так а если вот большие работы большие того те которые вот там вот висит вот эти эти еще полегче потому что это акриловые а есть же работы которые у меня он на картон очки и еще и с маслицем то они тяжелые и там вот допустим вот этой вот работы отправка будет почти 20 долларов стоить ну и соответственно ясное дело что себестоимость у нее то есть не себестоимость а цена у нее должна быть соответственно вот эту вот работу с вами сейчас мне я жду пока пленка приедет мы ее упакуем и отправим в америку там приблизительно 25 долларов будет у меня отправка но мне по крайней мере предварительно сказали так что вот а собственно говоря давайте и кокосик это покажу а вот и кокосик мой это кстати площадка бесплатная а вот вроде как я еще не читала про эту эти все они но все кто продает какой-то хендмейт на американская это поняла площадка все про нее знают и там вроде что-то платно но что-то надо за что-то платить и рекламу там надо типа покупать и короче вот так вот ну вот смотрите какое меня значит зайчоном любимый зайчоном так здесь я при регистрации выбирала страну беларусь ну так как я беларуси а завтра я буду регистрировать но только не с этого компьютера а с другого компьютера 2 получается магазин там будут игрушки вязаные игрушки самые большие самые красивые короче туда и там я выберу америку и вывод средств будем делать через моего брата и пока и посмотрим сколько там потом я короче сравню насколько там легче либо не легче я думаю там можно просто как привязать американскую если там реально можно карту привязать американскую то я потом напишу службу поддержки чтобы они мне тоже поменяли на америку скажу что я переехала в америку пусть они мне поменяют короче у меня такие многоходов очки до зайчонки кокоса я помыла он такой беленький стал такой красивенький вкусно пахнущий так подружился он с маминой кошка должна вам сказать в этот раз как не все как никогда спали вместе ходили вместе он ходил как приклеенный за кошкой окошки там у меня одна нормальная кошка одна такая знаете очень агрессивная что ему пару раз и попала ну ладненько давайте дальше будем заниматься итак смотрите друзья пришел мой стол как раз для наших выставок кокосик и стол давайте его собирать итак стол сложен покупала я его на валберисе а точнее я на зоне но он есть и на валберисе короче везде есть котяра у меня еду выпрашивает игнорируем его а я ему кстати положила у него миска не пустая нам просто хочет вкусняшек ножки двухуровневые то есть вы видели прикручивается то есть допустим если вам надо куда-то не знаю на природу то можно его взять нижние как бы сесть на пол точнее на землю и очень классненько будет такие как походный вариант но это походный вариант на самом деле есть мне же он нужен для того что на чаровным лын вот как раз и своим столом мы поедем размеры здесь у него 90 на 60 от пола 72 2 сантиметра это вот эти вот крепежки вот эти штуки еще на два сантиметра вы вот этот стульчик купила я на складной очень легенький складывается расслаживается складывается складывается как правильно в интернете всем а для чего вот этот вот штука с собой брать чтобы посидеть чтобы не на столах потому что если торговых центрах там у них предоставляется стул а если вот допустим как чаровным лын там платишь но ты платишь короче если ты хочешь чтобы у тебя дали еще стол и стул то там все отдельный счет покупается поэтому вот этот вот купила по фикс прессе вообще он там стопом 7 рублей а вот это 100 рублей 100 наших белорусских это где 40 долларов будет вот короче ну что друзья у нас новый день и смотрите чем я тут занимаюсь во первых коробки эти все коробки с бантиками это еще не весь ассортимент а тут я придумываю подставку для обручей и пока что у меня вышла вот такая штукенция это еще надо обрезать это мои лосинки никогда очень пригодились я их давно уже пытаюсь выкинуть но все постоянно забываю и смотрите тогда они идеально подходят даже ничего сшивать не надо потому что эта конструкция а тут вот как бы он этот конец смотрите как прячется замечательно здесь сейчас обрежу тоже вот так спрячу и получится вот такая вот у меня подставочка даже если вы сюда да тоже все хорошо стоит обручи еще приедут обручи ободки как он там правильно вот и короче будет она стоять вот так и вот так короче посмотрим как но мне кажется нормальненько то есть все черное такое конечно выглядит но если вам интересно из чего же это я сделала а из того чтобы было дома то есть вот сама эта основа это бумажное полотенце ровом бумажных полотенец а вот это вот банка от крема ну и вот она стоит она достаточно такое устойчиво так что вот минутка очумелые ручки у меня закончилась я кстати ненавижу шить поэтому вот такое вот штукенции которые еще и шить не надо то вообще отлично такие подставки можно купить на самом деле но во-первых они дорогие во вторых а зачем она мне нужна то есть на две-три выставки мне и вот такая штукенция а вот и моя девушка я же помните вот это вот там где краска но если честно я сейчас даже сомневаюсь разошлась она или нет или это я немножечко утрирую вот в этом вот приблизи максимально вот это вот здесь вот и где-то еще видео мы сейчас я уже не нахожу ну в общем и у меня было вчера вечерком настроение и я ее перерисовала и вот она у меня такая вышла и вот это мне нравится больше потому что знает там больше экспрессии вот здесь она какая-то такая более правильная а вы знаете я же пытаюсь вырабатывать вот этот стиль такой экспрессивный который мне гораздо больше нравится поэтому мне вот это вот гораздо больше понравилось сейчас мы с вами нарисуем еще несколько у меня недавно была фотосессия и я хочу там таких темных цветах я как бы хочу ну и конечно не себя перерисовывая просто силуэт брать и вот на основе этого силуэта там не поворот головы то в одну сторону то во вторую мне очень понравился и вот хочу такую сделать еще как бы серию чтобы было несколько штук потому что мне вот такие вот очень нравится вот эту я себе поставлю потом в рамочку вот рамочки кстати должны сегодня приехать и я же рамки еще сама буду делать а рамки уже на следующей неделе буду сама делать да все двигается и еще у меня тут вот такая вот вот это мне очень понравилось напишите где тут хороший свет напишите как вам вообще у меня приехал новый цвет 7 поэтому такой яркий задний фон он вообще остался там частично если вы видите загрунтованный он был там краска загрунтованы его частичная его вот так вот немножечко вот эти вот мне очень пионы понравились и это вот смотрите вот эти вот пионы которые мне очень нравятся а вот эти это которые предыдущие у меня получились и какая разница да они такие чем-то похожи но мне нравится вот этот вариант и не очень вот этот но эти тоже неплохие но видите они такие прям очень структурированы очень такие ну правильные как я это называю а мне вот хочется вот такого вот безобразие но в общем нравится мне конечно и я вот пытаюсь выработать у себя стиль вот именно такой сейчас мы с вами подождем и это уже скорее всего в следующем влоге я сниму приедет у меня большой заказ холстов там подрамники холсты и там вот мы с вами выберем на каком-нибудь и нарисуем прям серию пионов разных то есть мы стихи нам буду вот в такой вот буду стараться такой техники потом там будут ну моей голове по крайней мере кистью тоже хочу может быть кисти знаете что даже большой такой нарисовать на большом формате соответственно взять вот кисть какую-нибудь такой вот побольше и такими прям жирненьким большими мазками куча краски уйдет но должно получиться классно так что вот так вот а на этом все огромное спасибо всем кто ставить пальцы вверх всем удачи и пока